В гараж и попытавшись завести автомобиль, владелец обратил внимание, что он слишком долго заводится. Но помогло ему завестись, как вы думаете? Что? Совершенно верно. Мы измерили компрессию, и она во всех цилиндрах примерно одинаковая и равна, и с трудом вернее даже не равна, а с трудом набрала 20. Автомобиль Santa Fe 2010 года выпуска. Двигатель дизельный, D4HB. И автомобиль все эти 10 лет находился в одной семье. Сначала у одного родственника, а потом 5 лет назад этот родственник передал автомобиль другому. Итак, второй родственник, второй владелец, проездил на нем 5 лет совершенно без забот и наслаждался этим автомобилем. Пробег у него 230 тысяч с копейками. И однажды утром, придя в гараж и попытавшись завести автомобиль, владелец обратил внимание, что он слишком долго заводится. И с каждым разом это происходило все дольше, дольше и дольше, пока однажды автомобиль не завелся вообще. Но помогло ему завестись, как вы думаете? Что? Правильно. Эфир. И вот с помощью эфира, заведя двигатель, владелец приехал к нам для того, чтобы выяснить причину, почему так долго заводится автомобиль. И как вы думаете, что мы сделали первым делом? Совершенно верно. Мы измерили компрессию. И она во всех цилиндрах примерно одинакова и равна, и с трудом вернее даже не равна, а с трудом набрала 20. Еле-еле. Что является очень низким показателем для дизельного двигателя. Поэтому у нас сейчас двигатель на предметном столе для дальнейшей разборки и дефектовки. Причем самое интересное, когда владелец завел автомобиль с помощью эфира и поехал к нам, то никаких проблем и жалоб на двигатель у него не было. То есть не было ни повышенного расхода масла, не было ни стука постороннего. И расход топлива у него был более-менее вменяемый. Работу двигателя в процессе езды он не жаловался абсолютно. И турбина у него, кстати, хорошая. Но единственное подозрение вот этого синего, посиневшего такого цвета люфтов в турбине нет. Но есть, он и должен быть такой маленький-маленький люфт. Крыльчатка за корпус не задевает. Очень все подозрительно. Разобрали двигатель, продефектовали. И на наше удивление, здесь какого-то криминала из Сталинграда нет. Вал коленчатый в хорошем состоянии. Задиров на шейках, как на коренных, так и на шатунных нет. И по вкладышам видно, что в принципе они в рабочем. Состояния потертости небольшие есть, но это не критично. Коренные. И по шатунам точно так же. Вкладыши видно, что работали, но задиров на них каких-то криминальных, которые требуют срочной замены, нет. Но проблема-то и не в этом была. Мотор-то не заводился. По состоянию поршней. Кстати, тоже поршни в хорошем состоянии. Задиров на юбках не видно. Кольца все рабочие. Залегших колец нет. Все поршни в хорошем состоянии. Единственное, что нас смущает, это наличие масла во впускном патрубке. Вот здесь вот. Видно, если масло там может появляться, если какие-то проблемы с цилиндропоршневой группой. А блок у нас как раз находится сейчас в токарном цеху. Поэтому предлагаю сейчас туда пойти и оценить состояние блока. Промерить все цилиндры. И уже тогда постараться понять причину отсутствия запуска со стартера. Наименьшая компрессия у нас была в четвертом цилиндре. И здесь невооруженным глазом видно, как неравномерный износ. Натерто прям пятнами. И давайте сейчас измерим на эллипсность этот цилиндр. Все, естественно, промерим. Сейчас Женя у нас возьмет нутромер и покажет нам, есть ли она там или нету. Давайте посмотрим. Масляные порционки стоят, обратите внимание. Настроили нутромер на целое число. 85, так как у него здесь 85,4 с заводом. 85,40. Ставим на верхнюю часть. 40 это у нас тепловой зазор. У нас по верхней нерабочей 44 показывает. Идем ниже на хлопок колец 47. По выработке отпускаем ниже. Плавное переходит в 46. Убавляется. 44. И по нерабочей части 43 будет. Переворачиваем параллельную сторону. Здесь у нас уже не 45. Как был вверху 43. Идем дальше. 46. Вот он 43. А был там 47 на той стороне. 4 сотки. 43. 43. В фоне рабочей части он в принципе неповеденный. Он везде показывает 43. Но единственное, где мы видели это блестящее пятно. Это и есть рабочая часть. Она дала выработку именно на хлопке. Хлопок имеется в виду там, где начинает сгорать смесь. Самое наибольшее давление есть у колец на стенку цилиндра. Поэтому в этом месте у нас как раз и наибольший износ наблюдается. Если промерить другие цилиндры. Давай посмотрим, чтобы убедиться уж там, что у них обстоит дело. Здесь 47 нет. 45. 44. 44. В районе одной сотки, не 4. Но это допустимо для работы двигателя. Второй цилиндр. 45. 44. 43. 43. 44. 45. Но так же все ровно получается. Да, в одной сотке. А первые для частоты эксперимента? Первые. 44. 45. 44. 43. 44. 45. Они все три одинаковые. В районе одной сотки. Но полторы. Все приходят на 43 внизу, где поршень не работает. Самое интересное у нас на этом блоке оказывается в том, что наибольший износ по четвертому цилиндру. Хотя блок не ремонтировался, он с завода, как вот был в новую машину поставлен, так ремонта у него никакого не было. Самое удивительное, почему именно на четвертом цилиндре имеется вот такая выработка. Кто знает, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Потому что реально, самый плохой четвертый цилиндр. Если бы не он, едет бы ему и проблемы. Да, можно бы его и ничего не делать. Пойдемте с вами посмотрим кольца. Так, это у нас второе компрессионное кольцо четвертого цилиндра. Давайте посмотрим на его состояние. Вот, обратите внимание, фаска вот эта темная, да? Переход между рабочей кромкой, блестящей серебристой. Видите, вот как она уменьшается. Видите, на нет сходит. Раз, стерто кольцо. Дальше смотрим. Опять идет на увеличение. Идет, идет. Пока все прекрасно. И опять, видите, резко уходит в ноль. И это нам говорит о том, что у цилиндра есть эллипс. И там мы видели на стенках цилиндра вот как раз эти пятна. Нехарактерного износа, неравномерного. И здесь опять так же, видите, в ноль стерто. И вот такие неравномерные пятна. И натерли там вот эти блестящие поверхности на стенке цилиндра. Вот оно как бывает-то, оказывается. И здесь тоже. Но здесь понятно, почему. Потому что здесь замок. И максимально он прижимается в этом месте. Так, разобрали ТНВД. И что мы здесь видим? Видим мы здесь его полную неисправность. и дефективность. Вот здесь у нас входит толкатель. Это стакан толкателя. Это его направляющая. Она в корпусе сделана. И видим большой износ на корпусе ТНВД. Видно, да? И на самом толкателе. Точно так же вот край задран. Ну, изношен. Блестит. Что с одной, что с другой стороны. Это еще здесь Анатолий протер у нас. Она там стружка была. Так, и плунжер. Точно так же имеет натертость. Вот если посмотреть на него, да? Он с одной стороны блестящий. А с другой стороны он матовый, темный. Вот такого быть не должно. Это говорит о том, что здесь есть износ. А почему такие жесткие требования предъявляются? К топливной аппаратуре дизельного двигателя. Сейчас попытаюсь немножко отвлечься от темы. И рассказать принципиальные отличия между бензином и дизелем. Заключается оно в смесеобразовании. И если в бензиновом двигателе смесеобразование происходит достаточно длительное время, по сравнению с дизелем. Каким образом? У вас, если возьмем классический бензиновый двигатель с впрыском бензина, подача топлива начинается в тот момент, когда поршень начинает опускаться вниз на такте впуска. Ну, плюс-минус там несколько градусов, когда от верхней мертвой точки. Так вот, у вас начало идет впрыска. Поршень опускается вниз. Рабочий ход у него идет такт впуска. Опустился вниз. Дальше идет такт сжатия. И все это время у вас в цилиндре происходит испарение топлива, которое брызнула форсунка. И дальше уже, подходя к верхней мертвой точке, у вас искра зажигает топливо-воздушную смесь. Что же происходит в дизельном двигателе? В дизельном двигателе происходит практически то же самое. Но с небольшим отличием. У вас, когда поршень идет вниз на такте впуска, у вас дизельная форсунка топлива не брызгает. Почему? Потому что, если вы в этот момент брызнете топливо дизельное в цилиндр, оно у вас не успеет испариться. Оно просто осядет на стенках цилиндра и на днище поршня. Никакого эффекта от этого не будет. Поэтому топливо подается на такте, когда поршень идет на сжатие. И, соответственно, когда он подходит к верхней мертвой точке, в этот момент уже солярка самовоспламеняется. Соответственно, время на смеси образования в дизельном двигателе практически в два раза меньше, чем в бензиновом. И чтобы нормально прошел процесс сгорения, топливо в цилиндр должно, дизельная форсунка должна подать очень мелко распыленное, чтобы было много-много мелких-мелких капелек. И горит не жидкость, а горят его пары. Соответственно, когда у вас поршень подошел к верхней мертвой точке, и от нагрева у вас пары солярки воспламенились. И из-за того, что там очень много мелких капелек, топливо успевает сгорать по всему объему цилиндра равномерно. А если у вас форсунка неисправна, либо неисправен ТНВД, который из-за вот этих вот задиров не выдает требуемое давление, то, соответственно, топливо у вас подается в цилиндр не так хорошо распыленным. И капли тогда попадают либо криво, и часть из них попадает на стенки цилиндра и не участвует в нормальном процессе горения, либо очень крупные капли, которые горят долго. В результате происходит что? У вас топливо не успевает сгорать за рабочий ход поршня, и часть несгоревшего топлива на такте выпуска попадает в выхлопную систему. Что мы и видели на этом моторе, когда горячая часть турбины была посиневшей. Это нам говорило о том, что топливо догорало уже в выхлопной системе. Но почему владелец не видел копоти и дыма из выхлопной трубы и глушителя? Потому что у него стоял сажевый фильтр, и часть этого несгоревшего топлива дожигалась вот этим вот сажевым фильтром. Наше мнение, что весь дефект и та кривая часть цилиндра четвертого, она и произошла из-за того, что форсунка четвертого цилиндра нормально не работала. Мы их проверили на стенде, и действительно там три форсунки, либо ремонтировать, либо менять. Но четвертая форсунка точно так же была плохой. И в результате, из-за того, что был нарушен процесс смеси образования и горения в четвертом цилиндре, мы получили вот такой неравномерный износ на стенке этого цилиндра. Так, промерим расточенный блок. Везде ноль, да? Так, и под 90 разворачиваем. Так умеете? Все, отлично. Все, спасибо. Осталось дождаться сборки и запуска. Поехали. Повторюсь, поскольку владелец этого автомобиля от него без ума и хочет и в дальнейшем получать от него удовольствие, эксплуатируя долго и беспроблемно. Поэтому сейчас расскажем, какие запасные части будем устанавливать на этот двигатель. Итак, поехали. Поршни ремонтные, 0,5. Вот они стоят. Комплект вкладышей, как коренных, так и шатунных. Комплект поршневых колец. Муфта генератора обгонная. Сейчас, вот она, будет установлена на генератор. Турбина восстановлена. Здесь был заменен картридж. Комплект успокоителей. Натяжитель. Цепи. Ремень приводной. Датчик температуры. Масло в механическую коробку передач решили заменить. Герметик. Вот он такой. Используем два фильтра. Топливный и масляный. Воздушный фильтр. Комплект прокладок на двигатель. Топливные форсунки восстановленные обязательно. Кольца медные и уплотнительные под форсунки. Новый ТНВД Бош. Масло моторное. Заливаем Татачи. Вот такое. Ну что, осталось дождаться сборки. Забыл сказать болты. Ждем сборку. Заводим двигатель. И слушаем, как он работает. Головка блока пошла по стандартной процедуре. Соответственно, ее перебрали. Отремонтировали. Колпачки мы со съемные заменили. Клапана притерли. Плоскость, как видите, шлифанули. 0,12. Все. Голова в идеальном состоянии. Готова к установке. Помыто, почищено. Мотор. Собираем. Прокладка. Новая. Оригинальная. Двигатель установлен. Вот только что его завели. Естественно, предварительно его прокачали. И масляную систему, и топливную систему. И давайте по стоимости подведем небольшой итог. По работам. Здесь на 109 тысяч рублей. Почему так дорого? Потому что владелец этого автомобиля решил сделать все по максимуму. Помимо ремонта двигателя, здесь был еще удален катализатор. Варен вместо него пламя гаситель. Перепрошен, соответственно, блок управления двигателем. Проверка и замена ТНВД. Также замена и ремонт четырех форсунок. Вернее, три форсунки отремонтировали. Одна осталась нормальной. Ее не ремонтировали. И еще здесь была отремонтирована головка блока. То есть ее проверили, опрессовали и отфрезеровали плоскость. Мы вам это показывали. Поэтому набежала такая большая сумма. По запасным частям здесь вышло на 163 тысячи рублей. Это гильзовка блока, поршни, кольца, цепи, натяжители, успокоители. Ну, соответственно, ТНВД опять же новый. Это вот краткий итог по работам и запасным частям. Продолжение следует...